Субтитры сделал DimaTorzok Что мы сделали в предыдущей серии, Володя? Получили таинственное слово силы, на которое нас направил таинственный, не менее таинственный друг, не называвшийся, к сожалению. Я тебе голову снесу. Не замолчишь. Погода портится. Кажется, душ собирается, Володя. А у нас еще впереди, кстати, по-моему, вечереет, да? Да, вечереет. Надо, мне кажется, двинуть, знаете, куда? В туверну. Там поспать, поесть. Ну еще бы, я ваш гребаный мир спасаю раз за разом. Хотя мне это нафиг не сдалось. С другой стороны, если я не буду спасать мир, столько красивых каджеток погибнет, а? Ну да ладно. Идем, отдыхаем, едим, спим. Делаем остальные скабрезные вещи. Здравствуйте. Охрана в Айтране ужасно. Поесть, пожалуйста, можно? Просто куром на смех. Ко мне кто-нибудь подойдет? О, садей, так хорошо была. Она так хорошо работала, сразу подходила. Хинмер. Кай расхаживает по драконьему пределу, как петух. Я б с его работой справился, даже если послеп. О, господи, вот это мне приходится все слушать. Кошмар. Нужно что-то? Да, чтобы ты замолчал, желательно. Здрасте. Если хочешь подработать, наруби-ка дров для костров. Мне нужна пресная вода в бутылке моей. Наполни, пожалуйста. Воды? Уверена, что не пиво? Да, уверен. Вот пять золотых. Так что давай, наполни все бутылки. Пять золотых? Подожди здесь, я вернусь с водой. Супер. У нас все бутылочки полные. О чем в последнее время судачат? Пускай набирают. Что еще слышно? О, интересненько. Вот этого квеста я не знаю. Ладно, займемся тем с утра. Может все-таки дружим с ярлом, надо выяснить, что происходит. Ладно, слушай, дай мне комнатку. Хорошо. Она твоя, Надя. Серьезненько, что это за квестик-то? Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Я здесь уже двадцать раз была, можно было не показывать. Ни почем. Но вдруг, родно-рыжий, как лютик, манит. Отдыхаешь, отдыхай. Он услышал Матильды насмешливый крик. Что положишь ты, что врешь, что ты мед здесь наш пьешь. С нас довольно готовься. Сейчас ты умрешь. Что, по-моему похоже? Ляск, сталь, а сталь беспрестанно. У нас же нету обычной одежды, к сожалению. Я каждый раз ее, вроде как, хочу приобрести. Ну как, я ее даже приобретаю иногда, а потом все равно выкидываю. Ну да ладно. Сделаем вид, что мы переоделись. Спим. До утра. До нормального утра. Чтобы Ярл проснулся и его дети. Посмотрим, что у них там как. Не знаю, не выполнял этот квест. Прям даже интересно. Небось они под влиянием чего-нибудь. Либо Дедры, либо еще кого-нибудь. Рыжие сплячь. Отличная песня. Пиздя. Капустный супчик, супичка. Хорошо. Хотя суп с утра. Ну и... У нас что, вина нет, что ли? Как-то нету. Ну ладно. Вода тоже хорошо. Почему чая нету? Как много людей. Ты все время пьян? Когда есть, что выпить. А сейчас я почти протрезвел, чтобы мне провалиться. Слушай, в горцующей кобыле завалялась бутылка арганианского эля. Отличная штука. Принеси мне ее. Они там даже не заметят, что ее нет. Ну же. Да ладно уж. Что за эль? Я его прямо отсюда чую. Ну давайте попробуем. Это весело. Где он там, арганианский эль? Тем более, тут нет никого. Могу сам пройти и достопить ее. Володя, встань с карачка. Не привлекай внимания, говорю. Он что, ушел, что ли? Имперский солдат. А, ну это этот. Ладно. Это он свалил. Чувак! Забери эль. Эль, забери полудурка, кусок. Только гляньте, арганянский эль. Благодарствую, дружище. Вот, держи целебное средство. Я его, эээ, нашел в храме. Ой, воровать в храме тебе не стыдно? Крепкое зелье лечение. Ай-яй-яй. Зато будем теперь знать, кто в храме подворовывает. Если что, скажем кому надо. Потому что в храмах воровать, ей это нехорошо. Кстати, зацените, если сейчас так будет. У нас под водой все нормально. Удивительно. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем же, с чем было связано появление розовых текстур. Точнее, отсутствие текстур. Не хочешь поселиться тут? Дом теплых ветров как раз продается. Если интересно, поговори с управителем в крепости. Хотя... Что бы, нет, не вечно уж ходить. У нас столько денег, просто я не знаю, куда их девать. Солитьюги бы еще, наверное, надо. А по-хорошему, конечно, лучше отгрохать свой дом из Хертфайра, но не в лома устроить. Вы что, близняшки, что ли? Что это на чье за платье? Я, хоть и простая прислужница, но не подумай, что я к своим обязанностям отношусь не так серьезно, как Ярл к своим. Ну, наверное, ты слишком серьезно отношусь к своим обязанностям. Что там с детишками-то? Спросите о странностях детей. Хей, Ярл! Привет! Я тут слышала, у тебя дети с ума сходят. Дети маленькие подонки. Опять в носах ковыряются у друг друга. Какая гадость! Может, все-таки купим домик? Слушай, продай мне дом, а? Замечательно. Сейчас как раз продается один дом. Покупаю, че? Чудно. Вот, держи ключ от твоего нового дома. Так. Я хочу обставить дом. Хотя, давайте сперва туда сходим. Надеюсь, тебе понравится в драконьим предель. Потому что там есть косяк с алхимической лабораторией. Я, не знаю, у меня его раньше не было, а потом он появился. Может быть, потому что я сперва ходила в дом, а потом покупала. Проверим. Здрасте. Да хранят тебя боги в битвах, друг. А. Мне говорили, что у тебя проблемы с детьми. Да, с младшим сыном. Он трудный ребенок. Даже не знаю, что с ним делать. Всегда был тихоним. Но в последнее время как подменили. Стал мрачным. Жестоким. Со мной и словом не обмолвится. А я не знаю даже, чем его обидел. Может, хоть ты поговоришь с ним? Выведай правду. Буду безмерно благодарен. Ярл тоже человек, да? Слушайте, а интересно. Дверь, которая шепчет. Замечательно. Попахивает темным мрадством. Ну или чем-то. Чем-то таким. Нилкир. Стой. Ну что, ты тоже здесь, чтобы моему отцу сапоги лизать? Ну, в принципе, да. Я за ним уже давно замечалась. Твой папа просил поговорить с тобой. Маленьких засранец. Если вы понимаете, о чем я. Ну ты хам. Ну ты гнида маленькая. Отец ничего обо мне не знает. Зато я знаю о нем. Я в войне. Больше, чем он может представить. И что же имя ты знаешь? Я знаю, что он все еще молится Талосу. Что он ненавидит Талмор похлеще, чем братья Бури. Ну и что, плохо, что ли? Что он трясется, что его прогонят из Вайтрана. И что? Что он, что я, что у меня с братом и сестой разные матери. Ммм. И откуда ты это знаешь? Так кто из вас бастард, получается? Это старый замок. Много уголков, где никто давно не бывал. Уголков, откуда многое слышно. Многое видно. Ах, ты маленький. И Шептунья. Кто такая Шептунья? Ну, она не говорит свое имя. Я неплохо наловчился подслушивать. И как-то раз, когда я была у двери в подвале, она заговорила со мной. Я уж подумал, будто попался. Но она рассказала мне еще больше секретов. Но я не могу открыть дверь. Ну и где эта дверь? В подвале. Не бойся, не пропустишь. Наверняка она с тобой тоже поговорит. Пока. Что-то это как-то не очень хорошо, да, Володя? Прям вообще нехорошо. Дверь, которая шепчет. Ненормально. Так, где у нас тут подвал-то был? Что-то у вас тут, ребята, все плохо. Я смотрю, всякие двери шепщи. Не, подожди. Володя, ну вот куда ты прешь? Как на буфет. Что-то мне сыкотно. Гребаная страшная дверь. Тук-тук. Мальчик силен духом, но ему не хватает умения. Ну, я понимаю, что это не она. Там за дверью кто-то есть? К несчастью, я не могу проникнуть в ваш план напрямую. О-о-о. Ну, я же говорю, даэдра. Я прощаю тебя за неведение. Немногие теперь способны слышать мой шепот. Я... Мефала... Шептуния. Ух ты, каким голосом мы это говорим. Я тяну за нити в паутине связей между смертными. Любовь, ненависть, верность, предательство. Мальчик неплохо наловчился выведывать тайны. У тебя же будет более активная роль. Ммм, чё ты от меня хочешь-то вообще? Сперва открой эту дверь. Ха-а-а. За ней сокрыта часть моей силы. И даже мои глаза не могут прозреть тьму запечатями. Лучше пусть она будет в руках человека гордого и одарённого. Такого, как ты. Логично. Как мне открыть дверь? Весь Вайтран пронизывает паранойя и напряжение. Слуги Ярла не зря боятся силы, скрытой за этой дверью. Ярл доверяет немногему. И эти немногие приведут его к гибели. Тёмный ребёнок знает, о чём я говорю. Тёмный ребёнок? Он укажет тебе путь. Не люблю тёмных детей после эфира. Вообще. Мелкер у нас чё, тёмный ребёнок? Я боюсь уже этого маленького засранца. Ох, Ярл знал бы, что у тебя тут, говорит, стоять. Ты, ты ведь знаешь Шептунью, да? Сразу видно. Чё, на лбу, что ли, написано? Ты знаешь, как открыть дверь? Я же говорю, я всё знаю об этом замке. Ну и? В общем, почему-то эта дверь особая. Её могут открывать только двое. Балгруф и Фарингар, придворный маг. Кого ты выберешь, дело твоё. Если исчезнет Фарингар, никто не заметит. Можешь поверить. Что значит, исчезнет? Балгруф? Фарингара чё-то как-то... А Балгруф? Прям, прям, прям... Ярла, что ли? Отца? Ну, как-то Ярла, это ненормально. А Фарингар, он же... Маг. Как бы он справиться должен. Они же открывают двери, правильно? А как его заставить-то? Подожди, а что делать-то надо? Найти ключ. А, ключ. В смысле, исчезнет? Я не буду посетить коллегию магов в Винтерхолде. Ла-ла-ла. Ой, плохо-то для меня закончится. Ну, получилось. Хорошо. Не хотелось бы загружаться, конечно. Так, всё нормально. А, кстати, по поводу вещмешков. Короче говоря, всё правильно было. То есть я положила в мешок, и когда... Если выкинуть этот мешок из инвентаря, когда там предметы есть, все предметы из него исчезнут. Ну, то есть я вообще тогда не понимаю, как этими вещмешками пользоваться. Чёрт с ними. Катана. Бойтесь этого клинка. О, какой охрененный. Эбонитовый клинок. Урон 12. Так, подожди. Давайте сперва почитаем, прежде чем брать в руки. Всем, кто это читает, бойтесь этого клинка. Мы надеемся, что к этой комнате имеют доступ лишь Ярл Вайтрана и его доверенный волшебник. Если эту запись читает кто-либо другой, просим вас, осознайте степень своего безрассудства, развернитесь и уходите. И никогда не рассказывайте ни об этой комнате, ни об этом клинке. Он развращал и сказал желание великих мужчин и женщин. Сила его не имеет равных. Убивать своих жертв, когда они улыбаются тебе. Лишь Дайдра мог создать столь мерзкое и пропитанное злом оружие. Однако же в итоге оказывало, что все, кто брал этот клинок в руки, под конец обретали такой же взгляд, такой же взгляд, как у безумцев, что бегают по холмам и разговаривают с кроликами. Хотела бы я посмотреть на этот взгляд. Этот клинок некрасивый и безделушка. Расплавить его невозможно даже в небесной кузнице. Наоборот, сами угли словно бы оставаются, прикоснувшись с ним. Мы не можем его уничтожить и не можем позволить, чтобы он попал в руки наших врагов. Поэтому он хранится в темноте, глубоко под драконьим пределом. Нифига себе глубоко в подвале буквально три ступени пройти. Чтобы никто никогда не пустил его в ход. И горе тому, кто решится унести его отсюда. Ну так, блин. Давайте посмотрим. Ах ты тварь. Теперь, думаю, тебе достанет зрение, чтобы увидеть. Этот меч не подходит под описание эбонитового клинка, о котором тебе, возможно, приходилось слышать. Мне не нравится, как у тебя голос поменялся. Слишком долго он томился вдалеке от ветра верности и измены. Чтобы вернуть себе прежнюю славу, он должен напиться крови предателей. Ну вот так всегда с этими до ядра. Твой мир так восхитительно погряз во лжи и разврате. Есть такое. Мой клинок та пиявка, что питается обманом и поит своего хозяина. Выбери тех, кто тебе всех ближе. Пусть мой клинок рассечет связующие вас нити. И тогда он воспоет твое величие. Убить друзей, что ли? Ты с ума сошла? Еще одна полоумная. Так, подожди. Что сделать-то мне надо? Или типа все закончилось? Поглощает эссенцию жизни ваших врагов. Закален в крови предательства. Давайте просто... А, он еще двуручный, что ли? Блин, он красивый, конечно. Он двуручный, да, сейчас, смотрите, огромный. Давайте просто посмотрим. Мне просто интересно. Я никогда не видела этот клинок. Убиваю тебя. Но это двуручный, не наш вариант. Слушайте, бесполезно, да, его убивать этим оружием. Давайте, знаете, что сделаем? сперва. Ах, так не надо это. Володя. Ой. Что-то, Володь, то у нас, как-то сильный товарищ, так. Смотрите, он вообще непрошибаемый. Ой-ой-ой, как меня накрывает. Блин. Не получилось. Ладно. Но мы так, конечно, делать не будем. У нас, ну, мы не пользуемся двуручкой. Ну, конечно, охрененно. Будет в коллекцию. Блин, почему мы не пользуемся? Почему мы играем за доброго персонажа и не пользуемся двуручными оружиями всякими? Эх, печаль, тоска. Ну, да ладно. А ничего, что, как бы, давайте уберем его, чтобы ярлы... Вот, правда, интересно, куда мы его убрали? Видимо, ванус. Потому что больше некуда. Так, ну, типа, мы тут... Ладно, дверь за собой закрыть. О, они удивятся, когда придут, да? А может... Может, вернем его, клинок-то этот? Нафига он нам? Посмотреть мы, посмотрели, задание выполнили. Нахрена он нам нужен? Где он? Вот он. Все, посмотрели, узнали, что такое есть. Замечательно. Оставим, где лежало, чтоб никто не зажопил нас. Книжечку только положить на место надо. Эть. А. Ну, типа так и было. Пойдем, Володя. Ничего тут интересного нет. Володя. Ты так а можешь там стоять? Как ты нудный, Володя, иногда. Бываешь. Отлично. Все. У нас тут никогда не было. Да уйди ты. Ну, отлично. Хе-хе-хе-хе. Дурак. Дурачик. Хорошо. Так. Что у нас там дальше-то? Застрявшие в веках. Ну да, вот это нам и нужно. А, в дом теплых ветров, или как он там называется. Сейчас сходим, посмотрим, что там, как там. Потом его обставим. Будет куда скидывать шмот, потому что в Маркард каждый раз мотаться, это хо-хо-хо. Что-то как-то неохота. Ну, правда, в Айтранский дом, знаете, избушка такая больше. Туда реально хорошо вот так прийти, отдохнуть, поспать, и все. Маркардский дом все-таки самый клевый. Ой, не говори. Так, дом теплых ветров едут. Почему, когда мы в городе, погода хорошая? Это знаете, как вот... Ох уж эти женские разговоры и персонажи, которых озвучивает Айлиш. Если нужны зелья, это тебе... Что, похоже, что мне нужны зелья. Вот наш убогенький дом и вот наша убогенькая алхимическая лаборатория, которой нет и которая, вполне возможно, не появится, потому что баг процветает. Хотя у меня в какое-то время, я помню, когда я самый первый разовская рима играла. У меня все нормально было. Почему так? Несправедливо. Может быть... Ну, чем меня? Ларс! Что, плохи твои дела, да, я смотрю? Да, Брейд меня все время шпыняет, а старший держит за молокососа, потому что я не дерусь. Никому не понять. Ну, ты калека, я понимаю. У тебя ни рук, ни ног, одни плечи и голова. Но у тебя тело быстро восстанавливается, я смотрю. Нет? Да, мое дело, ты знаешь, сидеть на троне железном. Ну, следи. Я тоже слежу за тобой. Я тебе могу палатку подарить, хочешь? Или дайте рецепт крафтинга. Тебе подойдет? Нет, эти фигни до дурения напоминают каналы в Моровиндио по две века. Под всякими святыми олмсами районами, кварталами. Районы, кварталы, или как там? Живые, массивые, е-е-е, а что-то я ухожу, ухожу, красиво. Или как там пелось? Пойдемте закупим себе мебель. Да это же бог, чтобы не было этого бага. Хотя, скорее всего, он будет и особо губу раскатывать. Что, похоже? Кажется, у тебя волосы как-то выросли. Ты взрослеешь? Только почему ты похожа на всех деревенских детей, это непонятно. Видимо, Ярла наделала тут больше, чем ожидалось, да? Где Веничи? Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам. Нет? Я, чтобы здесь воспользоваться... Я, чтобы здесь воспользоваться... Я здесь, чтобы воспользоваться твоей фигатней. Меховая сумка в войне. Но ее мы разочаровывать не будем. Сейчас стекляшку зачаруем на что-нибудь. Восстановление регенерации, повышение здоровья. Ну, это не серьезно. Легкая броня. Хотя, куда уж лучше. Восстановление. Магия восстанавливается на 23% быстрее. Как-то все сложно. Таня. Не, я лучше пока не буду ни на что вообще зачаровывать. В последнее время все только и толкуют об этом идиотском конфликте. Я лично предпочитаю книги и заклинания. Ой, не говори. Ой, не говори вообще. Хм. Спасибо. Пригодится. Так, подождите, где Повентус Виннич? Мне нужен старый пердон. Где он? Я не наблюдаю его. Я весь наверху где-нибудь тусует. Провентус. Провентус. Мелкий, ты видел Провентуса? Ты, ты ведь знаешь Шептунью, да? Сразу видно. Ну да, есть такое. Кстати, может быть, мы поговорим с Ярлом по поводу детей-то. Что-то как-то я забыла об этом. Простите, еще раз. Нету, да, варианта? Что странно, кстати, нет. То есть, как бы, мы выполнили про Шептунью, а то, что Ярлу надо доложиться, это как бы не считается. Ладно, как ты думаешь, почему Ульфрик убил Верховного Короля? Интересно. А ты за кого стоишь? Если ты говоришь о войне, то я за Вайтран. Генерал Тулей и его имперские друзья уверены, что я должен быть на их стороне. Ульфрик Буревестник сказал бы, что я должен поддерживать его, поскольку он сражается за независимость Скайрима, может, это и правда. Возможно, наступит день, когда мне придется обнажить меч против тех или других. Невозможно, а наступит. Пока что он не настал. Наступит, наступит, ты губу не раскатывай. Если ты не против, меня ждет мой город. И что ты будешь делать? Сидеть, продолжать целый день на жопе ровно, да? Это он тебя так ждет? Хорошая тебе работа. Гермарой, только смотри, не наработайся, не насиди. Так, слушайте, где провентус? Интересно. Давайте тогда пойдемте посидим. Посмотрим на огонь. Подождем провентуса. Мы, кстати, кушать, кажется, хотим. Если я не ошибаюсь. Да голод. Причем хороший такой голод. Лососевый стейк раз, лососевый стейк два. Помидоркой закусили. Венцо тут есть? О, венцо, отлично. Долезу. Еще. Вино, вино, вино. Хорошо. А где венечи? Где выносят? Пойдемте книги читать. Что у них тут есть? Барынья. Кольпа Дракон. Сколько тут страниц-то хоть? Странная книжка. Такое ощущение, что это надо по кускам читать, знаете. Не понимаю. Вот это мы еще собирались, по-моему. Давайте. Долго прождала я у хранителя. Я должен знать, есть ли правда в рассказах. Наверняка вы их слышали. Повести о том, как камни наделяли могуществом древних героев, тех избранных, что могли выбрать любой камень, чтобы переписать свою судьбу. Конечно, вы о них слышали, поэтому-то вы дотрагиваетесь до камней, проходя мимо. Вы слышали, что они приносят удачу или знак свыше, но вы мало задумываетесь об их действии. Для вас оно не имеет подлинного значения. Я вижу это в ваших глазах, когда вы проходите мимо. Вы не верите, но я верила всегда. Всегда чуял, что я один из тех, чья судьба не определенна на веки звездами при моем рождении. Один из тех, кто мог использовать камни, призвать силу богов и изменить свою жизнь, изменить свое будущее. Я всегда это чуял. За свои годы я совершил немало, бился в сражениях, защищал поселения, странствовал в поисках славы и приключений по всему Скайриму. Я одолел в битве вайтранских соратников и совершил деяния, достойные вечно быть воспетыми коллегией бардов. Я не проводил различия между малыми и великими задачами, если они сулили мне честь и славу. Доказывали, что я достоин силы камней и все впустую. В своих странствиях я не раз встречал эти распроклятые камни и ни один из них не ответил на мое прикосновение. После каждого нового подвига я возвращался к камням-хранителям, гадая, не признали ли наконец боги меня достойным. Но теперь эти дни в прошлом. Я стал стар, а огонь сражений потух во мне. Большинство из вас, проходя даже мельком, не бросает взгляд на камни. Вы никогда не слышали их зова, никогда не ощущали влечения к ним. Порай я завидую вам в этом. Долго буду ждать я у хранителей, ибо я должен знать, есть ли правда в рассказах. Жалко чувака. Где Виннич? У него выходной, что ли, сегодня? Давайте часок постоим. Еще один. Ага, как ужин, так мы пришли. Дом я хочу обставить, где тебя носила. Не понимаю еще какой смысл. В этом декоре давайте алхимической лаборатории сразу же. Попробуем сейчас сходить, посмотреть, воткнулась ли она. Потому что, серьезно, она иногда не втыкается, а иногда втыкается. Я не понимаю, от чего это зависит. Вообще. Что-то долго грузится. Все стекаются на ужин. Всем жрать охота. Ой-ой-ой, заорали. Пять утра, расцвело, и там какие-то бойцовский клуб во дворе устроили. рук как резаные. Так, пойдемте в мой дом. Мой дом. Мой дом. Знаете, было бы, как сказать, реалистично, если бы вот по вот этому, по этой воде каких-либо еще катились всякий мусор. здесь в Скайриме раскол. И ни магия, ни время. Ой, не говори. Я надеюсь, моя замечательная алхимическая лаборатория стоит на своем законном месте ни хрена. Ни хрена. И это печально. Странно. Ну ладно. Господи, скорее, имя столько багов, ей-богу. Неудивительно. Что он вылетает? Вот это чудо, этот замок. Деревянный замок. Дворец. Ну, это не замок, конечно, дворец, скорее. Деревянный дворец выглядит лучше. Да, да. Господи, всем хочется со мной поговорить. Вот прям всем. Словесный понос у этих людей. Видите, ты едешь по улице, и вот так вот все по прохожие мимо. Вы знаете, я сейчас был там, я не знаю, Господи, где я, в магазине. Цены так подскочили, кошмар. К другому проходишь. О, мои пятки, мое колено. Странно, что ярловы дети сидят рядом. Вот как бы. С ним-то еще понятно, он брат, а проентуса винич, как бы он должен в стороне сидеть. Да и маг тоже. Ну, как-то они должны поаккуратнее сидеть. Хотя, с другой стороны, это псевдо-середневековье, здесь все намного проще. Че, почему это тебе нужно? Извини, я обозналась. Я задумалась. Я служу управителем. Да, да. Я с радостью помогу тебе и кстати. Не забывай заглядывать в каталог домашнего декора. Конечно, ну, такая полезная вещь. Абсолютно бесполезная. Мебель. Почему здесь нет кнопки купить все? Хочешь купить что-то еще? Хочешь купить что-то еще? Хочешь купить что-то еще? Ха-ха. Это знаешь? Hello, stranger. What are you buying? What are you selling? Вот видите, она здесь остается. Зараза. При этом он забирает у меня деньги, но ничего не дает мне в итоге. Скотина. Порхатая. В общем, ладно. Пойдемте тогда к себе домой. Там залежем спать. На утро выдвинемся. Куда мы там собирались? За обломками Терии точно. Одним обломком. Ой, я помню. Была такая игрушка у меня в детстве. Ну как игрушка? Замок ужасов назывался. Называлась. Это была такая коробочка в виде замка. То как она открывалась, там внутри была игра с фишками. То есть, кубики бросаешь, фишки передвигаешь. Что-то из этой. Была карточная игра, книжечка небольшая, черепок такой, который хихикал. Когда открываешь, на него свет попадает, он ржать начинает. И там всякие резиновые игрушки, но они прилагались как раз-таки к этой настольной, скажем так, игре. Я помню, там семейка была такая, по типу семейки Адамс. Там была как там кого звали. Вообще, я не помню, как там звали, но я помню, что там был пес такой, похожий на не знаю на кого, даже на таксу, но только какая-то белая, страшная, непонятная. О, красота какая. Вот. И этого пса звали Обломок. Вот это я помню. Ох, замечательные тени. Да ладно. Если у меня появится когда-нибудь собака, еще раз, я назову ее Обломком. А если кот Депресняком? Лидия, что ты здесь делаешь? Ты меня напугала. Нельзя так делать. Пошла вон отсюда из моего дома. Офигеть, Володя, она тусует в моем доме. Совсем охамела. Это ее комната, что ли? Помидоры у нее там лежат. Смотри. Пошла вон из моей комнаты. Володя, выгони ее. Женщина охреневшая. Так, давайте что-нибудь скинем. Я даже не знаю, что. В общем, ладно, черт с ним, потом разберемся за кадром, чтобы вы это все не смотрели. В общем, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, а зовите друзей. В следующей серии мы пойдем уже, наверное, пора, потому что почему у нас крыша дерева? За обломками Этерии, точнее, за одним обломком. Может быть, даже получим его в следующей серии, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Там будут какие-нибудь большие коридоры длинные. В общем, посмотрим, что и как. Что делать, вы знаете. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Сэн. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok